Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости! Продолжаем опыты по схеме компенсации. Сегодня мы на опыт поставили ротовертер, то есть мотор от стиралки 200 Вт, генератор 2,5 кВт, для зарядки идёт 2 аккумулятора по 160 Вт, 320 Вт, соединённых в методном умножении. Система работает на реле и на ионистрах от аккумулятора. То есть, как видите, система не останавливается. Всего включается питание 1 секунду, а работает, ребята, 10 секунд, то есть работа беспрерывная. При этой работе, как видите, вращение идёт, остановки нет, при этой работе идёт заряд аккумулятора. Так. А здесь, ребята, значит, у нас ток возвращается, как мы видим. Сейчас я вам наведу. Ну вот, видите, а, коротковашка. Вот ток, видите, 1205, видите, включился. 1234, 125, видите, опять вернулся. И так беспрерывно, то есть, тока мы не тратим. Система работает беспрерывно, потому что есть компенсация. А ток, видите, возвращается. 1205, опять. 123, 124, 125. 12 стоит даже, видите, даже больше. То есть, мы даём, ребята, 9 секунд для возврата тока. И они, старые, эти дают 9 секунд. Понимаете? Поэтому у нас система не останавливается, а ток возвращается. Вот такая схема. А здесь идёт подзарядка. Сейчас проверим. На этих контактах идёт подзарядка. Сейчас проверим, как она идёт. Вот вам этот прибор. Вы видите, там вон, нули. Вот я подсоединяю. Как видите, идёт подзарядка. 685, 688, 685. То есть, зарядка идёт вовсю. Мотор от стиралки. Одна штука. Генератор. Одна штука. Трёхфазный. Диодный мост, ребята, вот он. Одна штука. 100 ампер. 1000 вольт. Далее. Ионисторы 6 штук. Спрашивали, почему ионисторы 6 штук. А потому что один ионистор, ребята, всего 2,7 вольта. А нам надо хотя бы 12 подать. У нас этот мотор будет работать только не менее 5 вольт. Вот мы подаём где-то 12 вольт с этих. То есть, у нас они не заряжаются до 16, потому что у нас с аккумулятора 12 выходит. А заряжаются до 12. И как видите, движение беспрерывное, а подача тока идёт 1 секунда. То есть, КПД тут, как видите, 1000%. Вот она, значит. Мотор. Мотор. Так. Далее. Генератор. Генератор. Мотор 200. Мотор 200. Генератор 2,5 киловатта. Мост. Выпрямительный мост на три фазы. Вот три фазы. Мост. Так. Далее. С моста идёт плюс и минус, ребята. Поступает на зарядку, значит, два аккумулятора. Вот два. Поделю. Соединённых последовательно. Значит, 320 ватт аккумуляторов. В общей сложности. Так. Далее. Здесь у нас, ребята, с мотора идёт вот так вот. 6 тианистеров. 6 тианистеров компенсация. 6 тианистеров. Так. То есть здесь батареи. Батареи. Здесь тианистры. Тианистры. Здесь, значит, реле, ребята. Реле. Реле. А здесь напрямую. Реле у нас даёт. Так работает. 9 секунд оно отключено. То есть питание не поступает. 1 секунда включена. Так. И аккумулятор здесь. Вот он. Автомобильный. То есть система записывается с батареи. Батарея автомобильная. Вот так. Что у нас получается? Получается у нас вот что. Включаем 1 секунду. Мотор раскручивается. Заряжаются ионистеры. Система, значит, крутит генератор и заряжает батарейки. Здесь отключаем. Работает 9 секунд на компенсации. Дальше. И ток, вот этот вот ток, возвращается в батарею. Получается, значит, расход 0 ватт. Выход, значит, заряд аккумуляторов на 320 ватт. 320 ватт. Так. Заряд аккумулятор на 320. Ну, не знаю, за сколько зарядить. То есть, она посчитать, какой выход, время, за сколько он зарядит эти аккумуляторы. Я думаю, за час, за два. Ну, где-то, может, 50, 100, 150 ватт. Ну, примерно. Не меньше 50, ребята. Не больше 150 ватт. Смотря, сколько времени он будет заряжать аккумуляторы. КПД системы получается так. Система работает 10 секунд. 10 периодов. А питание тратится 1 период. То есть, КПД 1000%. 1000%. 1 к 10. То есть, мы 1 секунду включаем, но система тоже работает в эту секунду. Потом мы отключаем, ребята, здесь отключаем на реле, а система 9 секунд работает. И с этим получается 10 секунд она работает, а 1 секунду получает питание от батареи. Значит, КПД 1000%. Которое за питание потом возвращает батарею. Благодарю за внимание. Всем удачи и стального и железного здоровья.